Рабочий день известного российского правозащитника Александра Брода в Сочи расписан буквально по минутам. Первая встреча в школе домкомов. Ее открыли два года назад для повышения правовой грамотности управдомов. В нашем микрорайоне порядка 80 многоквартирных домов. Практически все председатели многоквартирных домов или активные жители, которые получают информацию, приходят со своими вопросами, задают тему для будущих сходов, то есть актуальные темы, которые их волнуют. Александр Брод познакомился с работой школы и отметил особую роль общественников в улучшении качества жизни не только отдельного дома, но и района, и даже целого города. В Сочи действует 75 ТОСов. Сегодня это наиболее действенная форма участия жителей в местном самоуправлении. Александр Брод встретился с активистами ТОС в Хосте. Там рассказали, что важные решения по благоустройству района или ремонту дорог здесь принимают только с участием мнения горожан. ТОС в Хосте работает и с управляющими компаниями. Активистам удается даже сдерживать рост тарифов. Управляющая компания всегда старается побольше поставить за метр квадратных, а услуга немножко отстает. Мы тогда начинаем с ними взаимодействовать. Собираем мы домкомов, жителей. Все это дело мы курируем и направляем их на то, чтобы они выполняли свои обязанности. Они взялись, вот их нанял народ, их наняли жители. Они наемные работники. Для повышения эффективности местного самоуправления важна не только активная гражданская позиция общественников, но и законодательные инициативы. Об этом шла речь на встрече правозащитника с депутатами городского собрания Сочи. ТОС вообще наша главная опора. Это активные люди, без которых мы вообще никуда не можем. Без их помощи, без их участия. Неравнодушные граждане, которые реально на себе несут достаточно большую общественную нагрузку. Мы надеемся, что он донесет до наших федеральных властей необходимость внесения изменений в законодательство, в частности, 131-й закон, о закреплении мотивации денежной, финансовой активных членов ТОСа, потому что действительно нагрузка у них большая. Больше внимания общественникам может быть уделено и в новой редакции Конституции. Сейчас готовится общероссийское голосование по поправкам в главный документ страны. Очень надеемся, что ко второму чтению мы увидим законопроект, посвященный поправкам в Конституцию Российской Федерации, как там будет сформулирован вопрос относительно местного самоуправления. Опыт Сочи мы готовы распространять и на региональном, и на федеральном уровне. Понравилось то, что у местных общественников выстроены постоянные контакты и с мэрией города, и с другими ведомствами. К работе по уточнению списков участников голосования и просветительской работе с населением в Сочи готовы подключиться и ТОСы. Также Александр Брод рассказал, что в Краснодарском крае ведется работа по созданию стратегии развития гражданского общества. Ее задача – создание новых площадок для диалога общественников и власти. Также документ предполагает финансовую поддержку у некоммерческих организаций. В окончательной редакции стратегия может быть принята уже этой весной на гражданском форуме.